Сегодня глава Чувашии Михаил Игнатьев поручил правительству подготовить все документы, необходимые для реализации законопроекта о бюджете. На днях руководитель республики должен подписать проект закона, принятый накануне депутатами Госсовета Чувашии. В первом квартале, чтобы мы провели все эти аукционы и практически средства, когда уже строительную работу можно начинать на тех объектах, были сроки все введены в эксплуатацию. Я сейчас сам персонально буду отслеживать, по каким срокам берут подрядчики обязательства и какие сроки должны вводить. Мы обсуждали на рабочих совещаниях, вот этих безобразий у нас вообще не должно быть. Под этого кто страдает? Под этого страдают жители наши, которые должны получить эти блага. Правительство рассмотрело также государственную программу «Информационное общество» на 2014-2020 годы. Она направлена на развитие информационных и телекоммуникационных технологий. Во вступительной речи Михаил Игнатьев отметил, что основные задачи для власти – предоставлять качественные муниципальные и государственные услуги, повышать информированность людей и получать обратную связь. Жители республики уже сейчас могут воспользоваться порталом государственных и муниципальных услуг, чтобы обратиться к власти в том числе. Накануне около ста жителей Шумерли пожаловались. Президенту страны и главе республики, но управляющей компанией города там вновь появились долги за коммунальные услуги. Потребили на 17 миллионов рублей, а заплатили через УК и ТСЖ лишь 10% от этой суммы. В последние три года Шумерли уже выделено свыше 180 миллионов рублей из республиканского бюджета, чтобы поддержать коммунальное хозяйство. Они в обращении пишут, я хочу просто процитировать, в городе нет ни одной добросовестной компании. Властвование неуправляемых и неконтролируемых управляющих компаний типа ООО все коррумпированы. После преднамерного банкротства с помощью чиновников, правосудия Чувашии, бывшие руководители управляющих компаний, ООО, системы ЖКХ, находясь и под следствием, и под домашним арестом, и под подпиской о невыезде, у нас становятся руководителями других ООО под другой вывеской и сменой наименований и адресов банков по российской регуляции для расчетных операций. Получается такая ситуация, дельцы или мошенники, которые выводят эти активы, соответственно, ответственности не привлекаются или очень слабо привлекаются. А в конечном итоге мы снова, с учетом того, что это вопросы жизнеобеспечения, будем выделять соответствующие средства. Но это бесконечно не может быть. Михаил Игнатьев попросил подключиться правоохранители. Для решения проблемы создана рабочая группа и до 15 декабря должно пройти выездное совещание в Шумерле.